Судьба воздушных ворот Запорожья определится через полгода. Тогда Европейская комиссия окончательно решит, какие аэропорты попадут в программу подготовки к Евро-2012. У нашего аэродрома есть все шансы стать запасным для Донецка и Харькова. В этом случае аэропорт ждёт капитальный ремонт. Сегодня уже разработан проект реконструкции, а это поможет в дальнейшем искать инвесторов. Мы надеемся, что и деньги, и работы не пропадут. По крайней мере, с готовым проектом нам легче будет искать потенциальных инвесторов, привлекать, если не в этом году, то в следующем. Проект предполагает ремонт взлётной полосы и терминалов, а также замену светосистем аэропорта. На эти работы нужно около 540 миллионов гривен. Если эти деньги выделят, запорожский аэропорт будет как новый, говорит Виктор Бескубский. Однако вопрос финансирования уже не раз зависал в воздухе. Вспомнить хотя бы обещание Юлии Тимошенко выделить деньги на ремонт аэродрома в июле прошлого года. Тогда премьер очень красочно говорила о посадке в Запорожье. Однако обещанных денег запорожский аэропорт так и не увидел. Да, она обещала, даже было, по крайней мере, дручение премьера, но, к сожалению, дальше развитие она не получила. И денег, вот то обещание мы никаких не получили. Сегодня руководство аэропорта пытается найти спонсоров. Однако сделать это довольно сложно, поскольку предприятие находится в госсобственности. И привлекать инвестиции может только согласие правительства. Так что надежды лишь на Евро-2012. Оправдаются ли они, покажет время.